Всем привет! Буквально недавно делал один салат со спаржей, когда он уже был сделан и уже был съеден. Я пробежался по своей рецептуре, которую составлял и заметил, что я забыл один ингредиент. Но ничего страшного, я сейчас делаю почти такой же салат, добавлю еще в него пару элементов и он заиграет совершенно другими красками. Веганам он конечно не придется по вкусу, за исключением, если они как раз уберут этот ингредиент, который я добавлю. Но я вас не буду томить, давайте я вам лучше покажу. Для салата мне понадобится белая и зеленая спаржа. Белую я уже отварил. Как готовится спаржа белая и зеленая именно отваривать? Ссылку я оставлю на своем канале в правом верхнем углу или под видео. Зеленую я буду добавлять не отваренную, а обжаренную. Делается это очень просто. Для начала подготовлю спаржу. Это все, что нам не нужно. Выбрасываю. Там, где ломается, это все несъедобно. Я не буду делать большое количество салата. Мне главное, чтобы вам показать, что я имел ввиду. Теперь спаржу я обжарю. Обжаривать я спаржу буду на оливковом масле, которое специально именно только для жарки. Вы можете обжарить на обыкновенном растительном, вы можете обжарить на топленом масле. Немножко, чтобы она покрылась маслом, чтобы я ее мог просто присолить. перчить пока не буду. Дам буквально немножко минеральной водички, чуть-чуть, чтобы пропарить ее. Пробуем на готовность. Все, спаржу я готово. Я вам покажу еще один трюк, который я применяю, но, как правило, только дома. Я этот салат буду подавать с гринками или, так называемый, крутонс. Насколько я особо напрягаться не хочу, я сделал просто. Забросил тостерную шайбу в тостер и подрумянил. А теперь я добавлю сюда немного сливочного масла и просто-напросто тут же этот тостерный хлебушек немного обжарю. Если вы следите за фигурой и за своим холестерином, то вам этого делать не нужно. Будет достаточно, если вы погоняли тост в тостернице. Все. Звук вы слышите. Все нормально, все хрустящее, все в порядке. Хлебушек у меня тоже готов. Я его убираю в сторону. Подготовим помидоры. Вырезаем попки. Делаем вот такой крестообразный надрез. Помидор готов. Я буду делать минимальное количество, чтобы съесть за один раз. Так, ну вот и в кипящую воду я отправляю для бланшировки помидоры. В это время я набрал уже чашку с холодной водой и если у вас есть лед, то можете им воспользоваться. Бланшировать помидоры я буду примерно чуть больше минутки. Но это зависит от того, какие помидоры и насколько плотно сидит кожица на, скажем так, мясе помидора. Вот прошло буквально чуть больше минутки. Все, я вижу, что кожица отходит. Этого будет достаточно. Я вынимаю помидоры и сразу же прекращаю процесс варения их дальше при помощи льда и холодной воды. Если у вас нету льда, в большом количестве воды можно прекрасно помидоры охладить. Бланшированные помидоры я очищаю от кожицы, разрезаю на четыре части и удаляю сердцевинку. Сердцевинку вы можете использовать для томатного соуса, для томатного сока или просто пробить его блендером, пропустить через сито и добавить тот же самый салатный соус. Освобождаю филе от семечек. Руки у меня стерильно чистые. Нарезать я буду вот на такие полосочки. По-немецки они называются Шпальтен. Вот подскажите мне в комментариях, как их называют по-русски. Так как я образование проходил в Германии и мне многие значения русских слов не хватает для полноценного объяснения. Так, чтобы вы меня понимали. Вы меня и так понимаете, но мне бы хотелось все-таки донести это до вас на профессиональном поварском языке. Помидоры готовы. Теперь нарезаю спаржу. Нарезать я ее буду вот под таким углом. Так как мы находимся не на предприятии и не в ресторане, то я вот эти части оставлю. Они съедобные. Я их выбрасывать не буду. Старайтесь максимально так, чтобы головки спаржевые были сантиметра 3-4 длины, чтобы оставались. Потому что это самое вкусное и самое нежное. И это нужно обязательно в салате показать. Спаржа готова. Отправляем помидоры и светлую спаржу. Зеленую мы пока добавлять не будем, потому что нам нужно, чтобы наш салат замариновался. Мариноваться я его отправлю ненадолго. Буквально на часик. Чтобы замариновать салат, нам понадобится салатный соус. Он у меня готов. Почти готов. Это базовый салатный соус, ссылку на который я вам оставлю в описании. В него я добавлю немного эстрагона, немного петрушки, немного горчицы. Если у вас дежонская есть зерновая, добавьте ее. Она отлично подойдет. И пробью все это погружным блендером. И отправляю в миску с овощами. Тщательно перемешиваю. Накрываю пленкой. Салат промариновался. Я добавляю сюда зеленую спаржу. Даю немного перца. Буквально чуть-чуть сока лимона. Сейчас в данном случае это делать можно, потому что я салат буду есть непосредственно сейчас. Я поэтому спаржу и не добавлял, потому что в соусе находится уксус. А он для спаржи губителен. Он ее сделает из зеленой в серую, в бурую. Добавляю креветки. Вот веганы, если вы хотите попробовать такой салат, просто не добавляйте креветки. Вот и все. Добавляю орехи кешью. Вы можете добавить любые другие. Лесные, арахис или кедровые. Все тщательно перемешиваю. Пробую на соль. Постараюсь захватить все элементы. Все отлично. Добавлять больше ничего не нужно. Отброшу на сито, чтобы излишки соуса стекли. Уберу в сторону. И в чашку добавлю немного рук. Совсем чуть-чуть. Так, немного базового соуса. Он у меня без зелени, как вы помните. Все, этого будет достаточно. Так, ну и делаю подачу. Укладываю руку. Делаю такое своего рода гнездо. Ну и добавляю салат. Салат старайтесь поднимать наверх, чтобы его показать. Ну это, скажем так, своего рода трюк. И обязательно спаржевые наконечники. Старайтесь показать именно вверху, чтобы их было видно. Здесь можно добавить еще один элемент, который здесь будет уместен. А именно отварное куриное яйцо. Это яйцо, которое я варил в кипящей воде, прямо с холодильника. Яйцо среднего размера. 10 минут. Чтобы оно у меня было не слишком жидким. Ну и само собой, разумеется, не слишком крутым. Так, теперь добавляем гринки. Корочки мы обрезаем. Так. Ну и добавляем в салат. Я считаю, этого будет достаточно. Так, ну что еще? Вот чисто визуально, чисто визуально. Можно добавить укроп. Совсем немного. Почему визуально? Потому что все-таки эстрагон намного доминантнее, чем укроп. Ну и, если хотите, пару листочков петрушки. Все. Мой салат готов. Ну вот, друзья, благодаря моей забывчивости и совершив пару телодвижений, я показал вам еще один, на мой взгляд, интересный рецепт с замечательным овощем спаржа. Надеюсь, это видео вам понравилось, но все остальное вы знаете. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.